Здравствуйте, все пострадавшие от психотронного терроризма и кибератак. С вами Ольга Важенина, жертва военно-медицинских экспериментов во втором поколении. Сегодня я наконец-то покажу вам списки правоохранительных организаций, куда я обращалась и куда вы также можете обратиться. Просто это было так давно, что они у меня лежали далеко, мне пришлось их искать, извините. Вначале покажу вам вот что. Вот этот крест серебряный, я его носила 30 лет. А потом однажды его просто разрезали прямо на мне. Видите, как ровненько, совершенно ровненько, вот эта часть, она гладкая. Ее, наверное, лазером как-то аккуратненько разрезали, и он просто упал к моим ногам. Так, а вот это списки. Посмотрите внимательно, потом поставите на паузу, и все перепишите, что вам интересно. Обращайтесь, пишите. Чем больше будет обращений, тем лучше. Я это так делаю, потому что, видите, их очень много, слишком долго набирать придется. Если не будет резкости, если у вас что-то не получится, пожалуйста, напишите об этом в комментах. Я повторю. Вот. Сегодня хотела о детях поговорить. Я в прошлом ролике своем начинала о девочке, убийце, которая живет над квартирой моего папы. О том, что она истязала и убивала моего сына, потом мою маму, потом меня. И до тех пор, пока я ничего не знала, пока я не догадалась, что это она, она встречалась со мной. И знаете, это не дети, это сатанинское отрудье. Она так заискивающе заглядывала мне в глаза, очень подлинно улыбалась и тихо так елейным голоском говорила «Здравствуйте!» В общем, это ужас, конечно, это ужас. Я считаю, что их детям помочь уже нельзя ничем, совсем. Потому что это дети, познавшие удовольствие того, что они могут истязать, пытать, мучить и даже насиловать совершенно взрослых людей. Да, дети нас тоже насилуют. Они познали удовольствие от этого, и это удовольствие они уже ни на что другое не променяют. Их невозможно вылечить, их невозможно перевоспитать. Господь дает людям детей для того, чтобы они спасали свои души. Дети помогают родителям спасти души. А родители вместо этого продают и свои собственные души, и души своих детей просто продают их сатане за копейки. Я считаю, что вот эта вся психотронная мафия, вот эти все люди, использующие пыточные приборы и оружие всех видов против своего собственного народа, все, кто нас истязают и убивают, естественно, они все заслуживают самые высшие меры наказания, либо пожизненное заключение, либо смертной казни. Их дети заслуживают заключение пожизненное в какие-то изолированные учреждения. Этих людей вообще нельзя выпускать в общество. Они опасны, эти дети. Они просто опасны. Они прекрасно понимают, что они делают. Да, им говорят, поди поиграй, им дают приборчик, а эти дети понимают, что они делают. Я вам расскажу про мальчика пятилетнего, нет, шестилетнего. Да, шестилетний был мальчик. Это был второй внук бабушки, которые были обещаны мои почки. Я вам тоже как-то о ней упоминала. Внуки с бабушкой не жили, они приходили к ней в гости. Этот внук приходил со своей, приезжал со своей мамой и иногда оставался ночевать. Когда я только пришла, мама его спросила, «Тебе нравится, Ольга?» Он так оценивающе на меня посмотрел и сказал, «Да, нравится». Я подумала, как странно, при чем тут вообще этот ребенок, почему я должна ему нравиться. Я пришла работать с его бабушкой, а мне он вообще как-то совершенно до лампочки. И вот однажды вечером этот ребенок начал техногенное изнасилование. Причем работал, я хочу сказать, он мастерский. Просто мастерский. Вы знаете, я думаю, что вообще вот эти вот, когда они открывают нам свои технологии, то есть когда они переводят нас в открытую фазу пситерора, и то, что мы начинаем видеть все, что есть на самом деле, это не потому, что вдруг мы прозрели, что вот мы такие замечательные, у нас блок мозговой свалился, и мы теперь все знаем. Нет, это они снимают с нас блок, они нам все показывают специально для того, чтобы наша психика рухнула, чтобы наша психика не выдержала, потому что не все люди могут вот это принять, смириться с этим и понять, что с ними делают вот это. Я думаю, что половина людей, наверное, либо у них заканчиваются жизненные силы, происходит какой-то внутренний надлом, и они начинают умирать, либо же это приводит их к суициду. И вот поэтому, когда они начинают, вначале начинается жесткий сталкинг, и вот так вот открываются, потом подключаются приборы, и людям открываются глаза на все, на все происходящее. Когда у меня только-только подключили приборы, мне сразу же включили аудиалку такую, что я слышала, что происходит в этой комнате. Я поняла, что в этой комнате обучают вот этим всем моментом, обучают истязать и убивать людей. И вот они обучали на мне вот этим моментом изнасилования, я все это слышала. Как он водил, я чувствовала вот это все во мне, и он говорил, вот это анальный секс, вот это обычный секс. Вы представляете? Вот от этого именно у людей может не выдержать психика. Вот из-за этого люди могут накладывать на себя руки. Это очень страшно. Но некоторые это переживают, справляются с этим, идут дальше. Вот как мы с вами. Мы с вами это все пережили и идем дальше. Так вот, этот ребенок начал это делать. Я, естественно, тут же встала со своего места. И тут я услышала дикий крик. Он спал за стенкой. Он орал просто «А-а-а! Она не хочет! Ей не нравится! Почему она не хочет?» И тут он называет имя той женщины, которая работала с бабушкой до меня и говорит «Ей нравилось! С ней у меня все получалось! А это не хочет!» «Я не хочу ее!» «Все!» «Пусть она уходит!» «Она мне не нравится!» И вот такая истерика у ребенка. В следующий раз, когда он приехал со своей мамой ночевать, он тоже начал со мной играть, но уже без этого он начал просто меня обстреливать. Когда вечером ему мама сказала «Хватит, дай ей отдохнуть! Ты уже ранил ее! Ей так больно!» Он спросил «А что? Она разве все чувствует?» Мама ответила «Конечно, чувствует!» И тогда он просто заорал «Да! Я хочу еще! Я хочу еще!» Они ненормальные, эти дети. Они просто ненормальные. У них очень серьезный сдвиг в психике. Про мораль я вообще не говорю. Морали там нет никакой. Ну, я полагаю, что все. Это уже это сатанинское отродье. Души этих детей за проданный дьяволу. Кто хочет, может молиться за детей пси-террористов. Я буду молиться только за жертв. Я буду молиться за то, чтобы Господь дал силы, чтобы продлял жизнь, чтобы уменьшал мучения всем жертвам пси-терроризма, их детям. Я я жалею, я сочувствую наших детей, а не детей убийц. Нет. Вот на этого вы меня никогда не раскрутите. Не надо мне писать таких комментов. Знаете, у меня вообще такое чувство, что у меня в подписчиках, наверное, половина точно псиопов. Потому что мне пишут такие странные комменты. Никогда у меня не будет сочувствия ни к убийцам, ни к их детям. Никогда. ну все, на сегодня хватит. У меня все то же самое продолжается, пытки продолжаются. Держитесь, крепитесь, молитесь, живите. Пожалуйста, живите долго. Нас должно быть больше. Мы это сила.